Вертолет Группу сбытчиков Спайса задержали в Новороссийске. Трое сообщников, несмотря на осторожность, все же попались. Их квартиры оперативники брали штурмом. Избавиться от наркотика застигнутые врасплох дельцы не успели. В их квартирах нашли более 50 доз синтетических веществ. И спайса, и так называемых солей для ванн. Все это, как выяснилось, товарищи заказывали через интернет и почти сразу же продавали, чтобы не попасться. 20-летний организатор группы отвечал за бесперебойную поставку наркотика в регион. После чего определял задачи и цели своим пособникам для распособки и осуществления закладок в тайниковых местах. Поначалу они продавали по пять пакетиков в Новороссийске. Когда незаконный бизнес пошел в гору, торговцы решили расширить географию продаж, но не успели. Крупную партию фальсифицированного спирта не пустили на Кубань. На границе со Ставропольским краем автоинспекторы остановили больший груз. Согласно документам, в цистерне перевозили виноматериал для одного из заводов в Темрюкском районе. Однако вместо указанного продукта в емкости оказался спирт. Объем ошеломляющий – около 45 тонн. Документов водитель предоставить не смог. Его и груз доставили в отдел полиции. Туапсинскому полицейскому пришлось побегать после обеда, возвращаясь с перерыва на маршрутке на одной из остановок. Инспектор увидел, как неизвестный сорвал золотую цепочку с женщины и бросился на утек. Полицейский побежал за злоумышленником. Его задержали спустя пять минут. Ко мне присоединился участковый, который также помог мне обнаружить данного гражданина. И в районе пристани мы его задержали. Мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Также он ранее привлекался уже к уголовной ответственности. Неоднократно имел богатое криминальное прошлое. Потерпевшая опознала обидчиков 29-летним задержанным. Пока уголовное дело не возбудили, проводится проверка. На Октябрьской и Калинина под колесами длинномера погибла 78-летняя женщина. Момент ДТП в зону видимости камер не попал. Как сообщают автоинспекторы, пешеход шла через проезжую часть не по зебре. И, вероятно, грузовик задел ее прицепом. На место ЧП прибыли медики. Они констатировали смерть пострадавшей. Осколками стекла оказалось усыпано кольцо на 40 лет победы и российской. Полотно рухнуло на асфальт прямо во время движения. Водитель попутного кроссовера наверняка перекрестился. Еще бы полметра и стекло оказалось бы на его машине. Из-за принципов придется ехать в мастерскую. Дорога на Уральской оказалась узкой для двух водителей. Один не пожелал раньше перестроиться в нужный ряд, второй не пустил. На Мироседина нервы сдали у шофера троллейбуса. Несколько минут общественный транспорт не мог повернуть, потому что проезжающие мимо водителя вежливостью не отличались. И просто-напросто не оставляли места на маневр. Терпение оказалось нежелезным, а владелец 14-й так поступать теперь будет вряд ли. Красный светофор оказался не помехой для ночного автомобилиста, а вот выезжающий соотечественник вполне. Авария произошла на Северное Ливаневского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова